Здравствуйте, в эфире программы «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ростислав Гаврилев, дрессировщик хищных животных, руководитель аттракциона «Биг Кэт Шоу». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, скажите, с какой программы приехали в этот раз звезды манежа, коллектив Казанского государственного цирка? Казанский государственный цирк привез в этот раз большую обширную программу, в которой множество артистов. Это программа более, скажем, такого старого цирка. Не старого цирка в плане, что старые артисты, а старого цирка по традициям, что очень большое количество животных, артисты разных жанров, жанры очень редкие. И, допустим, вот артист на воздушный гимнаст на Штейн-Тропе, вот очень редкий жанр, и также вот он присутствует в коллективе Казанского цирка. Еще я знаю, что не очень просто на лошадках джигитом скакать, да? Вот у вас есть тоже такой номер. Какие трюки они одновременно выполняют с тем, что вот скачут на конях? Джигиты на лошадях – это вообще отдельная история. Они, во-первых, приносят сколько драйва, энергетики. Выглядят они тоже интересно. Да, да, всегда эпатажно, энергично выступают. Еще у вас есть там в программе кошечки, собачки. Что могут они показать? Кошки, дрессировщик кошек, она династийная тоже артистка. Очень хороший номер. Сейчас не так часто можно встретить дрессированных кошек в цирке. Вот это тоже, скажем так, одна из изюминок Казанского государственного коллектива, да, цирка. Скажите, а какие-то, может быть, секретные навыки применяется для обучения животных? Я даже слышала о том, что чуть ли не звуковыми эффектами что-то внушают им, чтобы они лучше слушались. Такого нет? Да нет, мы с Кашпировским, методами Кашпировского не работаем. Просто в живом общении? Да, это все в живом общении, это наблюдение. В первую очередь нужно изучить животное, с чем ты имеешь дело, нужно найти подход. Так же, как с детьми, с людьми, нужно понять, что ему интересно, что ему не нравится. Понять мировоззрение этого животного и, скажем, путем общения объяснять друг другу, скажем, методы дрессуры и тому подобное. Я думаю, в этот раз детям еще понравилось действительно то, что клоун с ними постоянно взаимодействовал. Там потрясающий клоун и даже больше был занят не тем, что показывал какие-то свои изобретения, а вот именно играл с публикой. Да, великолепный клоун. И, как вы заметили, что такой интерактив с зрителем, и дети не остаются равнодушными к нему, безусловно. Еще один номер тоже запомнился. Человек подпрыгивал на каких-то досках, катушках. И даже очень опасная ситуация у него возникла. Знаете, сейчас современно тоже есть вене такое, как балансборд. Вот только этот элемент цирковые артисты исполняют очень-очень-очень давно. По старинке. Да, по старинке. Это сейчас просто пришло модное вене в какие-то круга, а в цирке всегда присутствовал этот жанр. Сложен он тем, что он постоянно усложняется, выстраивается большая конструкция, на которой нужно удержать баланс. А мало того, что он не только горизонтальный, но и вертикальный баланс. То есть, там нужно баланс иметь на все 100%. И, как вот вы были на представлении, видели, что это непросто, и бывает не с первого раза получается. Но у нас профессиональные артисты, и Алмаз Алжанов великолепно справляется с этим. Так, давайте поговорим о вашем прекрасном тоже шоу. Для многих стало удивлением, что в самом начале представление именно Big Cat Show. Именно кошечки, тигры, лев в самом начале. Обычно они где-то в конце, люди уже устают, никак не дождутся. Почему в самом начале решили сделать? Как-то так получилось. Во-первых, то, что очень большая объемная программа в целом, и много технических моментов, когда нужно убирать реквизиты, выставлять. И установка реквизитов для выступлений тигров тоже очень трудоемкая. И, скажем, в первую очередь мы разгружаем, даем возможность зрителю больше увидеть номеров, нежели как демонтируются и монтируются эти или иные аппараты. Вот. И почему бы нет, тоже, мне кажется, имеет место быть, начать аттракционом, сразу же показать прекрасных животных, создать настроение на дальнейшую программу. Какие же все-таки трюки они умеют делать? Чем вот ваши тигры уникальны? Любой трюк начинает со знакомства с реквизитом. Нужно сначала познакомить, потому что, когда ты привозишь там большой шар и ставишь тигру, вон, смотри, они, как правило, удивляются, им нужно привыкнуть к этому большому предмету. Поиграть с ним можешь. Ну, не всегда им хочется играть, а вообще они очень такие нежные, ранимые, и нужно очень аккуратно к ним, скажем, подходить. И как же вы все-таки тигра поставили на шар? Это в голове не помещается просто. Так она сама запрыгнула. Я не ставил тигра на шар. И вот просто сначала знакомишь и смотришь уже потенциал. Кому-то, допустим, катать нравится. Изначально же я же не просто на шар тигра заманиваю, и он там не может баланс держать. Шар крепко закреплен. Я беру тигра на шар, да, она залезла на шар. Я сначала отрабатываю элементы, чтобы она крутилась влево, вправо, чтобы она комфортно себя чувствовала, чтобы поймала, скажем так, баланс, как держаться на этом шаре. Вот, то есть несколько репетиций мы просто привыкаем. Отрабатываем баланс, отрабатываем повороты влево, вправо, чтобы ей было комфортно. Потом потихонечку сдвигается шар. У меня папа придумал такую веревочку. Он, в общем, за веревочку тянет, на себя двигает шар. Постепенно, опять же, по сантиметру, потом по 10 сантиметров. То есть двигаешь, прикормил. И она передвигает лапы, прикормил. И закрепляешь, во-первых, чтобы она понимала, что это не страшно, что ничего ей не угрожает. И то, что она получает поощрение, кусочек мяса во время трюка, чтобы потом, когда прикатываешь шар, она думала, ага, так, дай-ка я запрыгну на шар и сейчас еще покушаю дополнительно. У вас еще там лев есть. Что он умеет? И есть ли вообще разница при общении с тиграми и со львами? Разница есть. Лев этот прекрасно умеет понтоваться, бороду вверх, пройтись красиво. Он такой царь, и мы ему тоже определили такое вот место повыше всех, царское, скажем так. И его очень простые задачи. Он приходит, становится в красивую позу, стоит. Ну, то есть нет у него каких-то силовых тяжелых трюков. Он больше для красоты. А при общении... Как талисман он. Ну, да, как талисман. И вообще даже не то, чтобы ему сложно там что-то было делать, а как-то мне показалось, что его задачи как-то такие вот, что достаточно, что он красивый и мощный. У вас целая династия, получается, уже, да, вырабатывается? Тигринная, да. И тигринная, и человеческая. Да, да, да. Вот, может быть, скажете, как получилось так, что ваш отец привел вас в дрессировку вот именно хищных животных? Отец приехал в цирк устраиваться на работу в качестве водителя грузового автомобиля, но не сложилось, там автомобиль не приобрели. И ему предложили остаться по уходу с захищенными животными. Он думает, дай-ка попробую. И его так это втянуло, цирковая романтика. Он наладил контакт с ними, с животными? Ну, да, он изначально был сотрудником по уходу с захищенными животными. 20 лет отработал с одним дрессировщиком. И, получается, на протяжении вот этих 20 лет вот он, скажем, заработал себе и имя, и опыт, и решил передавать мне этот опыт имя. И вот я семейное дело продолжаю. Потрясающе. Он вам сейчас помогает? Да, конечно, мы вместе бок о бок сейчас репетируем, трудимся, создаем новые трюки. Расскажите немного о взаимоотношениях, может быть, ваших и тигров как раз, и льва. Вы бесконечно обнимаетесь там с ними, танцуете. Как такой контакт удалось установить? Я сам до сих пор не знаю, как это произошло. В общем-то, просто, наверное, как-то по моему рвению души, вот мне захотелось приблизиться, более, скажем, делать какие-то контактные трюки, более быть близкими с этими животными. И как-то нашел я какой-то подход к ним, и отлично у меня получается ладить. Вот с каждым животом я могу подойти, пообщаться, поцеловать, обнять. Это действительно удивительно и редкость. У вас в Инстаграме потрясающие фотографии с тиграми, действительно, со львом. Они вам отвечают взаимностью, да? Да, да. Любят вас, обнимают. Да. И также вы чувствуете их настроение, я так понимаю, да? Вот бывает, что во время выступления кто-то из них не хочет чего-то делать, и вы это чувствуете, понимаете, не трогаете, там другого тигра отправляете на трюк. Конечно, бывают периоды гулы, когда у девочек гормональные сбои начинаются, также у мальчиков бывают гормональные сбои, они начинают делить там территорию, комплектовать между друг другом. Или даже со мной, допустим, тигр Мартин, он такой своенравный парень. И он, когда конфликтует, допустим, с другим тигром, и я же тоже, по идее, как конкурент ему, да, в тот момент я прихожу, он, допустим, мне там как-то форчит, что по-доброму, что как будто мы в одной команде. Давай, давай с ним разберемся, вот. И как-то все складывается, что уважительно, мое уважительное отношение к ним, и они мне дарят то же самое. Потрясающе. А как они там создают семьи у вас? Не везде же, не во всех? По любви. Сами выбираются? Конечно, ну, вообще, рождение, скажем, тигров в неволе, это такое довольно-таки редкое событие, и, скажем, тут никак не подстроишь и не предугадаешь, да, что там можно хоть дюжину тигров между собой попытаться соединить, да, но не выходят. И здесь как-то вот, опять же, волей случая получается, вот что Мартин, тигрица, тигрица, тигрица Магда, они как-то нашли друг друга, и вот. Уже давно причем. Да, 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 уже давно. Когда у них первые тигрята появились? В 18-м году. Потом в 20-м. Потом в 20-м, да. В 22-м. В 22-м. Это уже закономерность. Сколько сейчас тигрят? Месяц. Им ровно месяц. Какова дальнейшая их судьба будет, может быть, основываясь на прошлом опыте, куда прошлые тигрят подевались? Сейчас еще рано об этом думать, потому что моя первая задача, чтобы они окрепли, перевести их уже на взрослое, скажем так, питание, чтобы они могли не только питаться молоком мамы, а сейчас целая история, еще их перевести сначала. Там нужно индейку, курочку, потом говядину. Как тигрица Магда сейчас реагирует на вас, допустим, если вы подходите к тигрятам, берете, она спокойно вам доверяет, да? Да, она после родов, наоборот, даже как-то более милая, что ли, стала. И я вот залажу к ним, беру тигрят, ее глажу, она прям вся начинает меня тоже облизывать. В общем... В блаженстве, да? Да. Повышенная у нее эта... Доброта, любовь. Доброта, любовь, да. Классно, да? Даже и не подумаешь, да? Да, тоже это очень удивительно. Она мне очень доверяет, я ее не подвожу. Также залажу, что тигрят вместе с ней чищу, там, ей подношу, чтобы было удобно. Плюс одновременно не получается четырем тигрятам покушать. И вот я пытаюсь... Вы пикаете как-то? Нет, я пытаюсь этот... найти еще дополнительный сосок, его там присоединить, да? Потому что она лежит на одном боку, потом переворачивается на другой бок. Но очень удивительно, и нужно отдать должное тигрице Магде, что она такая прям мама-мама, она очень сильно ухаживает за ними, любит своих детей, не отказывается. Мне вот, получается, как доверяет, потому что... Ты потрясающе просто. Да, она уникальная тигрица. Будете ли еще какие-то вот, может быть, необыкновенные номера с тиграми, их взаимодействия придумывать, чтобы именно Big Cat Show отличалось от остальных выступлений с тиграми? Хотелось бы, да. Все будет в процессе. Так, пока что вот мы сформировали вот эту группу животных, пока гастролируем с этим составом, расширяться пока не собираемся. Там детки Магды тоже есть уже, да? Да, 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 да. Там тоже двое детей выступают. То есть у нас прям целая тигриная семья. Спасибо вам большое, Ростислав. Можете пригласить рязанцев посмотреть на своих прекрасных кошечек хищных и, естественно, на всех акробатов, жонглеров и на представителей других номеров. Спасибо вам. Приглашаю, дорогого рязанского зрителя, на цирковую программу Казанского государственного цирка «Звезды Манежа». Поднимем ваше настроение до небес. Спасибо вам большое. Приезжайте к нам еще обязательно с новой программой. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова